Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградер по призванию. Более 10 лет мы выращиваем виноград. Наша коллекция составляет более 250 сортов и гибридных форм, и нам есть чем с вами поделиться. Итак, сегодня у нас 6 апреля. Кто-то прям по тумблеру включил весну. Буквально вчера еще у нас было плюс 3. Сегодня плюс 14. По мне видно, я достаточно легко одета. И ближайшие прогнозы погоды, это вот такие хорошие плюсовые температуры, плюсовые температуры ночью. И на ближайшие 10 дней даже плюс 17. Но пока прогноз обещает вот так. И сегодня мы раскрываем теплицу и смотрим, как перезимовал наш виноград. Вот наша укрытая тепличка. И на градуснике 24 почти градуса. Но это еще, скажем так, утро. Лозы пока лежат на земле, я их не понимаю, просто потому что мне нет на это времени. Вот мы с малышкой на пару часов заскочили на дачу, посмотреть, что у нас здесь происходит, и открыть. Подвязывать будем, может быть, выходные. От того, что лозы в тепличке полежать несколько дней, даже неделю на земле, ничего страшного не будет. Ну, смотрите, открылись мы удачно. Почки еще спят. Вот здесь видно, да, тоже почки спят. Ну, в общем-то, практически на всех лозах. Когда я рассказывала вам про снятие укрытия, я говорила, что в нашем регионе вообще идеально снять укрытие тогда, когда оно уже перестает выполнять функцию задержки развития, да, и сохранять холод от земли. Но при этом еще не начинает работать как тепличка, как прогрев. И вот сейчас как раз-таки это время. Открылись бы мы чуть позже, уже вполне вероятно, что почки бы начали свой рост. А пока что это тоже нежелательно. Ввиду того, что все-таки еще начало апреля. И май у нас бывает разный. Да, вот сейчас прогнозы погоды вообще-таки замечательные. И нам кажется, что, ну, все, да, весну включили, будет тепло и хорошо. Но на самом деле, ну, всяко может быть. Поэтому сильно торопиться нам не стоит. Но при этом мы уже понимаем, да, что вот ближайшие 10 дней такой теплой погоды, они, конечно же, даже под укрытием... Все, оно уже перестало держать холод от земли, идет прогрев, и будет все разгоняться. Нам это не нужно. На, и смотрите, еще такой пример, да, вот сняли бы мы укрытие чуть раньше. Вот это небольшой саженец. Видим, почка просыпается. Он у нас вот такой остался, будет позаброшен просто в грядке. А вот это такая же лоза на прививке. Да, это один и тот же сорт. И видим, здесь почка спит. То есть, ну, вот такой вариант все-таки предпочтительнее. Поэтому вот оптимальный вариант раскрыться вот так. Тоже сейчас мы теплицу не закрываем. Мы ее оставляем открытой, чтобы она не так сильно прогревалась. Нам еще не надо вот это тепло. Ну, конечно, мы понимаем, что растение постепенно будет стартовать, особенно при такой теплой погоде. И надо будет следить за прогнозом. Если вдруг будут обещать какие-то ночные отрицательные температуры, то, конечно, подъезжать, закрывать, ну, что-то еще делать. Ну, вот по состоянию теплицы еще раз повторю, что открыли вот прям вовремя. Прям очень хорошо. Потому что в прошлом году мы открывали уже поздновато, были зеленые побеги. Плюс наше укрытие, оно мягкое и приятное. Поэтому нашим собачкам, ну, уже одно, к сожалению, приятно пойти и полежать на нем. Приходят бродячие коты лежать на этом укрытии, и они тоже, они ломают побеги. Плюс проблемы с подвязкой. Поэтому вот открываемся в такой стадии, когда почка еще не тронулась. Вот, пока все оставляем открыто, ну, и пусть оно постепенно просыпается вот в том темпе, в котором ему положено. Еще раз повторю, что пока я не подвязываю, ну, просто потому что на это нет времени. Так, по результатам, все хорошо, все хорошо перезимовало, да, вот, пока что спит. Видите, где-то такие, ну, да, небольшое количество лоз. Дело в том, что у нас идет переформатирование теплицей. Часть сортов мы перей прививаем на ультраранние. То есть, если изначально мы теплицу делали для того, чтобы туда садить более поздние сорта и, скажем так, продлять период потребления ягоды, то решили переформатировать и, наоборот, посадить ультраранние сорта, которые нам будут давать урожай еще раньше. Поэтому там вот бирочки где-то, да, это прививочки. Поэтому где-то небольшое количество лоз, потому что идет переформатирование. Ну, и все хорошо, да, и прививочки наши хорошо перезимовали. Так что будем ждать, как они проснутся. И я думаю, что уже должны с них получить урожай. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч.